При попытке посмотреть любое видео в медиаплеере или в бруйзере, ну как в данном случае по ревелси, у тебя черный экран вместо какого-либо видоса, который должен играть на этом месте. Соответственно, надо разобраться, в данном случае у нас десяточка божественная, и в принципе проблема достаточно серьезная. По гугли становится понятно, что большинство малолетних школ ханкеров тупые рукожопые советчики. Сначала я буду рассказывать то, что 100% не поможет и вообще к этой проблеме никак не относится. Не поможет установка .NET фреймворков, ибо здесь у нас 10 очка, где все свежие фреймворки уже встроены в систему на момент установки. Не поможет переустановка проблемного плеера или браузера. Ну в данном случае у нас было VLC, но в принципе проблема возникает и в браузере, который используется на данном компьютере, то есть жопера. Не поможет удаление драйверов видеокарты, к примеру, через программу DDU. Ну в принципе, если у тебя говно видеокарта от AMD, в принципе, там есть специальные усилиты, как это AMD клинную, но встал что-то такое. А затем установка драйверов на видео вручную, руками с сайта производителя твоей видеокарты. Не поможет, но в принципе достаточно годный совет от обновления драйверов на чипсет, а также если у тебя какой-нибудь говно ноутбук, то обновление драйверов на встройку от Intel, ну или от AMD, в зависимости от того, что в твоем ведре с гайками, конечно, стоит. И также не поможет удаление драйвера интернета с компьютера навсегда. Теперь рассказываю, что может помочь, но, скорее всего, не поможет. Сначала проверить, правильно ли установлен драйвера на все возможные оборудования, если нет, вручную переустановить. Многие неправильно понимают слово установить, удалить или переустановить драйвер. Это не значит воспользоваться какой-нибудь говнопрограммой, типа Driver Booster или Driver Hub. Это значит, вручную зайдя на каждый из говно сайтов производителей и покопавшись, найдя этот драйвер и установив его вручную, соглашившись на все и перезагрузив компьютер. Соответственно, если же нет, то переустановить эти драйвера, и опять же, для совсем уж тупых руками, блин, зайдя на каждый из этих сайтов и руками же скачав, а не используя какой-нибудь Driver Hub или Driver Booster и прочие говно сайтовы, ибо они ставят хрен пойми чё. Единственный пример об этом, вы можете поискать на каких-нибудь говнофорумах, типа Сайберфорума или на каких-нибудь ответах Mail.ru, где написано «ограниченное сетевое подключение из-за кривого драйвера». Соответственно, следующее, что может помочь, это проверка даты и времени на компьютаторе, оно должно быть установлено правильно, а также часовой поезд твоего зажопинска, рукожопик-то малолетний. Дальше проверка процессов, например, через процесс Хакер, процесс Эксплорер, либо же, наиболее предпочтительно, через GUI PropView, нет ли там какой-нибудь левого говнища, погружающего в тайне от тебя, для чего нужно открыть сам GUI PropView, после чего в верхнем меню открыть флагу Top Level и активировать пункт Display Hidden Windows. В 99% случаев там ничего нет, но тем не менее, поугули всякие левые процессы, либо по их PID, то есть Process ID, либо по их названию. Лучше всего видеть полный хэндл, который будет в первом столбце, как ты видишь на экране, скорее всего, даже порывшись в интернете, ты ничего не найдешь. Если же это все не помогло, то нужно посмотреть, что там происходит с антивирусами. Все антивирусы нужно вычистить, и все их папки и службы вычистить напалмом. Соответственно, не бойся, если ты удалишь антивирус, и твой компьютер моментально не начнет быть завирусованным. В данном случае антивирус был Кашпировский, который был благополучно удален полностью. Проблема такая осталась, соответственно, скорее всего, это вирусы. Прогнав обычную утилиту Кашпировского, ссылка на которую будет в описании, в данном случае ничего не нашлось. Доступает в действие вторая утилита от Кашпировской, именно Кашпировский это DSS-киллер, который также можно скачать по ссылочке внизу на моем сайте, не качай там вируса, конечно, для проверки на рут-киты и удаления этой параши из твоего шиндуса. На удивление, программ ТДСС-киллера у пациента нашелся один рут-кит, а именно файлик tfs.ntdrv.sys, т.е. tfs.ntdrv.sys, который является рут-китом Dark Galaxy. Соответственно, он получил полное право локального пользователя Anti-Autority System, т.е. по факту получил фулл права на изменения всего в твоей сраной винде. Действует он в данном случае подменой файла, который должен играть в плеере на файл 0, без расширения, который вызывает этот бесконечный черный экран. Нормальные люди тут сразу переустанавливают винду на очищенную до блеска винчестера, но мне кажется, ты не умеешь это делать рукожел тупой. Но данному пациенту насрать полностью, ему бы лишь бы игрушечки да говнофильмы с книжками работали, а на состояние винды ему до фонаря. Я, наверное, никогда не пойму, как можно быть такими тупыми. Но не суть. Теперь выясним, откуда ты поймал рут-кит. Достаточно серьезный тип вирусников. Поискав по дате, она должна сильно отличаться от других драйверов в папке System32Drivers, потому что именно в данной директории, в данном случае, лежал этот левый драйвер. Соответственно, выясняем, что в это время ты, скорее всего, скачал и запустил сбор GTA San Andreas от механика, где ты подцепил данные рут-кит.